Специальные продовольственные наборы, собранные для инвалидов первой и второй группы старше 65 лет, доставлены в районы. Часть из них волонтеры уже передали получателям. Сегодня еще несколько наборов доставили жителям Маргаушского района. Здравствуйте, Прасковья Викторовна. Мы волонтеры проекта «Мы вместе», оказываем адресную помощь пожилым и малоподвижным людям. Прасковье Викторовне 82 года. Из них 42 года она проработала операционной сестрой Маргаушской районной больницы. Она не понаслышке знает, насколько трудно приходится врачам в период эпидемии. Живет одна, но строго соблюдает самоизоляцию. Дальше ворот никуда не выходит, даже в магазин. Появившихся на своем пороге молодых ребят приветствуют с искренней улыбкой. Я очень довольна, очень живет. Потому что через дорогу я не могу идти в магазин, не разрешают. Сижу дома, строго соблюдаю. Все соблюдали бы так. И это легче было бы правительству и медикам всем хорошо было бы. Нелегко приходится и Юрию Арсентьевичу. За покупками отправить некого, а самому выходить из дома опасно. Из-за массового распространения коронавируса в свои 72 года он в группе риска. Трудно находиться постоянно дома, ни в магазин не сходить, потому что один живу. Спасибо вам, конечно, всем, волонтерам. Специальные наборы были сформированы на базе продовольственного фонда «Чуваший». И при активной поддержке в ее главы Олега Николаева, который лично проверил качество продуктов. Мука, крупа, мясные консервы, конфеты, печенье. Внутри пакета все самое необходимое. Чтобы максимально снизить риски, волонтеры оставляют продукты у ворот, а с получателями общаются издали. Мы уже работаем около недели, и на сегодняшний день 197 наборов мы раздали благополучателям. Всего в Маргаушском районе запланировано раздать 496 продовольственных наборов. Средства на их создание были выделены по линии Общероссийского народного фронта. Валерия Друженец, Юрий Марков, Республика.